Многие россияне, купившие билеты в Турцию, отказываются от поездок. А вот сочинцы в зимний период, особенно на Новый год, предпочли Египет. Но туда сейчас приостановлена полетная программа по распоряжению российских властей. Те сочинцы, которые забронировали туры в Египет, перебронировали их на другие места отдыха. Или оставили деньги на депозите до ноября 2016 года в надежде использовать их летом для поездки в Турцию. Но и с этими курортами ситуация сейчас осложнилась. Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам и турагентам приостановить продажу турпродуктов, а также отдельных туристических услуг в Турецкую республику, в том числе через третьи страны. Но сочинцев эта тема практически не коснулась. Зимой в Турцию они не едут. Вместо Египта наши земляки поехали или поедут в Таиланд и Индию, правда доплатив за путевки. А вот Максим Нода выбирает в январе Чехию. Я решил съездить январский отпуск, потому что и народу меньше в Праге. И заодно посмотреть зиму в Европе. Ну и плюс к тому же в Чехии до сих пор проводятся карнавалы, празднества. А это как раз будет после новогодних каникул, что меня очень устраивает. Вообще, как отмечают в сочинском турагентстве, настроение горожан относительно заграничных поездок совсем не радужное. Так многие говорят, поездка за границу сейчас это как пир во время чумы. Звонят крайне редко. Если сегодня придете, мы успеваем на 2 декабря сделать и визу, и оформить тур. Места еще есть. Конечно, сложившаяся ситуация с Египтом и Турцией для турагентств неожиданная и неприбыльная. Тем не менее, сотрудники сочинских турфирм не отчаиваются. Значительно вырос с конца прошлого года внутренний туризм. Сочинцы едут, например, в Санкт-Петербург, на Донбай, даже в Алтайский край. Массово едут и к нам в Сочи. Вы знаете, на новогодние каникулы, если что касаемо, многие часто спрашивают, Красную поляну, она практически вся распродана. Это курорт Роза Хутор, горкий город. У нас осталось буквально вообще мало номеров, 2-3 номера. И то люди, которые просто бронировались и отказались. Остались места один номер в Спутнике, один номер в Бургасе. И еще остались места в оздоровительном комплексе Вегамыс, потому что это очень много мест, большая вместительность. По прогнозу туроператоров, Сочи в ближайшие годы будет загружен по максимуму и не только в активный сезон. В межсезонье россияне покупают путевки по краевой программе «Открытый юг», а это значит дешевле на 20-40%. Грина Авсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.